Ну что, с днём рождения меня! Уху! Мне 38! 38 мне, представляете? Утро прекрасное, меня с Трасси поздравили уже. Полишка подарила открыточку мне, смотрите, как красиво. Сама нарисовала акварелькой, так красиво прям. Вот. И, в общем, я спала до полдевятого, а они все уехали. Поэтому и у меня день мой продолжается, в принципе, как обычный мой день. Я сейчас уже спустила стирку, сейчас буду завтракать. Настроения у меня просто шикарные! Дима сказал, что он где-то, ну, уже скоро приедет. И что мы будем делать дальше, я не знаю. Вроде как в 6 часам пройдут ребята, девчонки, ну, не знаю, еще посмотрим. Все дела переделала. Сижу просто балдею. Дома чистенько, уютненько. Дима, кстати, повесил картину спустя месяц. Ну, ладно. И знаете, у меня перед днем рождения всегда такая ностальгия. И я в этот раз пересмотрела все фотографии, которые у меня были с 2004 года. Как мы отмечали мой день рождения. И я решила с вами поделиться. Ну, и пусть у меня на память останется. Вот, я вам расскажу, как мы их отмечали. Покажу несколько фотографий с каждого дня рождения. Я сижу, кстати, около окна, прям, потому что везде очень темно. Несмотря на то, что время 11 утра уже. А вообще, в моем детстве отмечать дни рождения было не принято. У родителей, по всей видимости, не было денег. Мне всегда дарились очень нужные подарки. То есть на день рождения мне могли подарить носки. Мне могли подарить дезодорант, шампунь, колготки. Вот. И дни рождения не отмечали. Я помню всего два дня рождения, которые мы отмечали. Один день рождения, когда мне было совсем мало лет. Мне кажется, мне было лет 10. Потому что я была еще мелкая. И ко мне пришли друзья, мы бесились. И помню, что прыгали в родительской спальне по кроватям. Включали там свет, включали-выключали. В общем, бесились. Ну, такие уже очень-очень смутные воспоминания на самом деле. А второй день рождения, это мне было, скорее всего, 16 лет. Где-то у родителей есть фотографии. К сожалению, я не успела съесть, сфотографировать. Хотела вам показать. Но потом, может быть, как-нибудь покажу вам свои детские фотографии. И тогда ко мне уже пришли одноклассницы в гости. И у меня был накрыт стол. Я не помню, что мне подарили. Но я помню очень, как в конце того, как мы сидели с одноклассниками, мама с папой зашли в комнату. У папы в руках был огромный торт. И в торт был вставлен фонтанчик. Такой, который, знаете, не свечки, а прям вот фонтанчик. Он был зажжен. И это было так круто вообще. Вот это мне очень сильно запомнилось. Мне было так приятно. Это вот было, наверное, из детства самый запоминающийся день рождения. Все остальные дни рождения, это было просто, там могли купить родители тортик. И мы вечером могли попить чай. И на этом день рождения, собственно, начинался и заканчивался. Ну, наверное, тем ценнее для меня сейчас все остальные дни рождения, тем ценнее для меня каждый день рождения детей. Потому что я считаю, что это праздник. И даже если нет какой-то возможности денежной, то можно всегда что-то придумать, как-то выкрутиться. Но праздник у детей обязательно должен быть, как вы считаете. Вот, потом у меня появился муж. И муж, конечно, уже перевернулся в мое представление о праздниках. Конечно, когда мы были студентами, денег тоже не было. Вот, я помню, что муж мне на один из первых дней рождения подарил такого голубенького зайчика мягкого. Он мне так нравился, у него в руках была морковка. Он был такого безумного какого-то голубого цвета. Может быть, даже у родителей где-то он еще и лежит. Вот, это был такой вот один из первых подарков. И вот с 2004 года уже, когда появился у нас фотоаппарат, уже мы какие-то праздники фиксировали. Вот, я достала свои альбомы цифровые. И хочу вот сюда отставлять какие-то фотографии и немножечко рассказывать. Значит, первый день рождения, который вот у меня сохранился, это 2005 год. Тогда родилась Полинка в июне. И получается, в декабре ей было уже июль, август, сентябрь, октябрь, наверное, декабрь. Полгодика ей было. И, к сожалению, не было возможности нам куда-то съездить, потому что был ребенок маленький. Мы поехали в Лихославль, где именно маме. Она нам оставила свою квартиру и говорит, отмечайте. В общем, сама ушла куда-то к подруге, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы вот такой большой компанией. Здесь еще не все на этой фотографии. Вот Полишка сидит маленькая, я такая полная после родов. Девчонки мои подружки, Натуська, крестная Полишкина Аня. В общем, ребята с Лихославля, там Андрей, с которым мы работали. Ай, это так давно было, такие все молодые, смешные. И мы целый вечер играли в какие-то игры, что-то там смеялись, общались. В общем, у нас толком стола особо не было. Ну, вот так вот было. В 2006 году, это вот Полишечка моя, уже ей полтора, получается, годика. Муж всегда мне дарил цветы, старался подать какой-то красивый, очень необычный букет. Здесь вот у меня красные розы, большой букет. Вот. Это мы переехали из комнаты в комнату там у родителей, еще не делали ремонт. Вот такой у меня красивущий букетик. И Полишка такая смешная, маленькая. Сзади тоже цветы, там от родителей, от друзей. Тогда тоже друзья приехали просто к нам домой. Мы немножко посидели, вот, и разошлись. Это я такая довольна. По моему лицу, мне кажется, заметно. Такая у меня была прическа необычная. Бокал вина, в общем, сзади майонез стоит. По всей видимости, какие-то салаты мы все-таки делали. Телевизор такой на заднем фоне. Вот. И вот это уже следующий год. Прическа моя осталась та же самая. Ну вот, на Полишке видно, что уже она подросла. Ей уже здесь получается 2,6. Вот. И сначала мы были дома здесь, в Твери. Муж тоже поздравил, там цветочки стоят. По-моему, второй букетик от всей крови. И потом мы поехали опять в Лихославль. Практически тоже командой, что и в 2005 году. У нас была такая большая очень компания. И мы праздники отмечали как-то все вместе, дружно очень. Вот. И тоже уже там я что-то устраивала, что-то придумала, какие-то конкурсы, игры. Очень веселый был день рождения. В 2008 году я решила, что я хочу тематическую вечеринку. И я придумала отметить в таком вот стиле ее. У нас были суши. Мы их делали сами. Мальчишкам придумали вот такие вот повязки на голову. Сидели мы на полу прям. Это Полишкиного крестного. Была квартира на Московской улице в Твери. И вот там мы день рождения отмечали. Потому что мы жили с родителями. Развернуться там было негде. Вот. Поэтому мы поехали туда. Ой, муж звонит. One second, please. Муж сказал, что мы сейчас едем в Москву. Туда-обратно, правда. Непонятно. Ну ладно. У меня еще время, пока он едет. Вам дай быстро рассказать. И я тоже там придумала какие-то конкурсы. Было очень весело. Все тогда, всем очень понравилось. Эти бейджики у нас, которые на нас, там сзади видно, на Егоре. Это наши имена были написаны, типа, на китайском. Такие непроизносимые. В общем, смеялись мы. И весь вечер провели очень-очень круто. В 2009 году я работала в компании КСА. Эта компания занималась автозапчастями. Да, я была руководителем отдела. Кстати, напишите мне, хотите ли вы, чтобы я вам рассказала про свою трудовую деятельность, свою историю, свою долгую, где-нибудь в Инстаграм или здесь вдруг будут открыты комментарии. И я сидела на рабочем своем месте. И мне звонок по внутреннему телефону. Говорит, Наталья Анатольевна, это ваш автомобиль Hyundai Gets. Там серый номер такой-то. Я говорю, да. Выходите срочно на улицу. Ваш автомобиль задела машина другая. Там фура разворачивалась и, говорит, задела. У меня такой стресс на день рождения, представляете? И тут такая информация, думаю, блин, ну как так? Я выхожу на улицу, такая прям брови нахмурены, уже готова там к разборкам. И что я вижу? Посмотрите на мою машину. Она была раскрашена со всех сторон. Это мои девочки очень постарались. Просто прелесть, правда? Это было очень запоминающееся, очень приятно. Вот вы говорите, что нужны деньги для того, чтобы сделать сюрприз. Вот здесь сюрприз сделан просто за 3 копейки. Ну, там гуашь. Это обычная гуашь. И там время. Конечно, это было потрачено время самое драгоценное. Но, блин, ну насколько приятно. Насколько это необычно. Насколько это творчески. Насколько это с душой. Насколько это вот прям с любовью. Девчонки, спасибо вам огромное. Так, после работы я приехала домой. Там меня ждал уже муж с цветами, с шарами. Я обожаю шары, с шарами. Вот у нас было столько много шаров. И вот мы с Палишечкой. Полька здесь уже еще больше, еще взрослее. Димулька у меня тут такой молоденький. Я здесь, кстати, уже похудела. Вот, и потом я как-то поехала к девчонкам. Кто не помнит, мне кажется, на следующий день. И девочки мне мои устроили еще вот такой там, видите, у меня свечки в пицце. В общем, мы вечером еще сидели, болтали, общались. Девчонки меня поздравляли. Слева это Палишкина крестная Аня. Справа Натузька моя. С Аней, к сожалению, сейчас очень-очень-очень редко общаемся. Немного как-то разошлись наши дороги. Но вот все очень много совместных воспоминаний. И, конечно, я очень с такой теплотой в сердце это все вспоминаю. Так, это был 2009 год. Теперь 2010 год. Что же там? Ага, вот такая вот я уже здесь красотка. Видите, у меня отросли волосы. Куча цветов на заднем фоне. Вот мои любимые герберы были на тот момент. Муж мне их дарил очень часто. Вот. Моя Палишечка с подарками. Видите, сделала мне звезду. Скажем, мам, это звезда. И в тот год муж мне подарил, знаете, какой подарок на день рождения. Говорю, я всю жизнь я хотела какое-то домашнее животное. Какое-то такое адекватное. Там ни мышку наружку, ни попугайчика. И муж погрел меня котенка. Это был Марс. Наш шотландский веслоухий шоколадный кот. К сожалению, он с нами прожил не очень долго. У меня есть отдельное видео про это. Какие у нас были животные. Или Палишка снимала, по-моему, это видео. Не помню уже. В общем, у кого-то из нас есть на канале. Вот. Но это был очень такой добрый, пушистый. Кому к счастью. Прям вообще. И друзья подарили мне на тот день рождения фотосессию. Мы встретились в фотостудии. Все такие красивые, нарядные. И у меня очень много фотографий с этой фотосессии. Я вот вам ставлю какие-то кусочки. Вот. Очень мне нравится эта фотосессия. У меня даже была распечатана картина, куда были вставлены фрагменты этой фотосессии. Тоже была очень крутая такая. Прям мы там и пили шампанское, и фоткались, и болтали. Вот такая у нас команда девочек. Слева блондинка, это Аняна сестра, а за ней брюнетка, это Иринка, это Натузькина сестра. Вот такая вот нас куча мала была клевая. А это я. Почти девочка с обложки. Вот такая вот лисенья фотография. Вот. В 2011 году муж мне устроил выезд в барскую усадьбу на шашлыки. Тоже с друзьями. Вот Юлька здесь уже есть. Мы поехали на шашлыки, сняли там мангал. Вот. На природе был такой морозис хороший. В палатке вот были. Кушали шашлычки, отмечали. А потом пошли в барскую усадьбу. Там есть боулинг. Я, кстати, постройнела вот так вот на тот момент. Молодец, какая я была. У меня были косы уже. Вот. И мы играли в боулинг. Потом мы оттуда уехали. Потому что на тот момент у нас не было денег там оставаться. Потому что это было дорого очень для нас. Но, в общем, такой тоже выезд был очень классный. А 2000... А, это вот 11-й год. Это с утра меня вот поздравляли. Когда Палиша мне уже там писала открыточку. Так, 2012-й год. Уже появился у нас Сашок. Сашку здесь получается 4 месяца, да, 3 месяца. Ноябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Да, 3 месяца. Вот. Опять у нас такой домашний был день рождения. Красивые розы. И муж мне тогда устроил сюрприз. Коробку в коробке. Там все красиво было так украшено. Видите, с конфетками. Вот. И тогда муж мне подарил айфон. Он мой самый первый. Это было вообще прям очень крутой подарок был. Вот. А вечером мы поехали. Девчонки опять мои устроили мне сюрприз. Мы поехали в кафе, который называется Три Семерки, по-моему. И девочки тоже приготовили там всякие конкурсы, соревнования. Видите, сделали меня снежной королевой. Вот. Мы там и танцевали. В общем, играли. Видите, у нас тут конкурс какой-то был со льдом. Надо было растопить лед, кто быстрее. Вот. Тоже было очень весело. И в конце вот такое вот сердце из свечей на улице. Был тогда очень мороз сильный, я помню. Тоже вот прям незабываемо было. В 2013 год. Мой день рождения. Вот я с таким подарком. Если честно, я не помню, что было в этой коробке. Знаете, почему я не веркантильная? Мне вот такие материальные вещи, конечно, мне нравятся. Иногда что-то хочется. Но в целом мне вот важны эмоции. Вот. Поэтому я и не помню, что там было в этой коробке. Мы сначала сидели в баре Будвайс тоже с друзьями. Вот. Потом мы поехали в боулинг. Играли в боулинг тоже всей команды. Такие фотки забавные. Вот. А потом муж устроил мне сюрприз. Он надел мне повязку на глаза и сказал, что мы кое-куда едем. Вот. И мы ехали. Я не видела до тех пор, пока мы не зашли в помещение. И мы приехали в Family Lab. У них есть такие гостевые номера. И там мы остались ночевать. В общем, вдвоем. Вот. Там было очень красиво. Вот. Тоже так сюрприз. Так необычно. С закрытыми глазами. Муж не оповез. Так классно. 2014 год. Вот. Было все очень скромно. Потому что дети у нас, по-моему, болели тогда. Вот. Они смешульки мои. Вот. Поэтому был такой очень скромный. И просто мы, по-моему, посидели и все. В 2015 году мы... Муж повез меня в Москву. Он сказал, что мы едем в Москву с ночевкой. Оставили детей и бабушке. Вот. Это мы едем по дороге. Мы сначала заехали к друзьям. Они меня поздравили. Это Степа на тот момент такой малышок здесь. Вот. Мы переночевали. И на следующий день мы поехали в аэротрубу. Я летала первый раз в аэротрубе. Очень круто. Вообще прям обязательно попробуйте. Это непередаваемое ощущение. И потом мы после аэротрубы поехали в центр Москвы. Как бы мы проезжали мимо Москва-Сити. И я такая, вау! Мы все ближе, ближе. У меня нос все выше. Думаю, блин, как здесь красиво. И потом я понимаю, что мы заезжаем на территорию Москва-Сити. И оказалось, что муж снял там нам номер на каком-то 50-каком-то этаже. И вот эти фотографии с высоты птичьего полета. Безумный вид из окна. Тоже было очень-очень незабываемый день рождения. Муж у меня молодец. У нас был очень вкусный ужин. В номер нам принесли. Было очень круто. В 2016 год муж мне подарил макбук. Мои эмоции вы здесь видите. Не помню. Тоже мы, по-моему, отмечали просто дома. И подарочки от Палишки, шкатулка. С фотоальбомом. Вот так вот было. По-семейному, уютно. В 2017 году дома мы отмечали. В тот год муж мне подает холодильник. Не по моей воле. Не по моей просьбе. Просто он тогда сломался. И муж, те деньги, которые откладывал мне на подарок, пришлось ему купить холодильник вместе с мамой. Вот они купили. Ну, что же тебе поделать. Хороший был подарок. Папочка приезжала. Там именно мамуля приезжала. И потом мы сходили к соседям. Поиграли в монополию. И вот такой вот с того года. С красивым букетом опять же Димульчкиным. 2018 год. Вот такие вот мои восемнадцать. И вся моя любимая семья. На тот день рождения муж мне подарил... Муж мне подарил плавание с дельфинами. Это была моя мечта. Одна из мечт. Вот. И муж ее осуществил. И в январе мы поехали. Вот я плавала с дельфинами. Уже есть видео про это на канале. Это было очень-очень круто. Вот. Такие вот дела. С каждым годом все быстрее время проходит. И так круто, когда есть фотографии, которые позволяют вот этим воспоминаниям прям не пропадать. Все. Я побежала одеваться, потому что сейчас уже приедет муж. Первая семья. Первая семья. Продолжение следует...